На сегодняшний день в тренде естественная и нестандартная красота, ведь уже все устали от одинаковых идеальных лиц, которые между собой нереально отличить, но раньше было все по-другому. Оказывается, любимых и узнаваемых артистов в начале карьеры не хотели брать в кино из-за нестандартной внешности, которая отличалась от шаблонной актерской. И в данном видео мы расскажем вам про 7 советских актрис, которым прогнозировали провал в кино из-за их внешности. Зинаида Шарко Несмотря на очевидный актерский талант, Зинаиду предпочитали не брать на главные роли в кино, выбирая более миловидных актрис. При этом известный советский театральный режиссер Товстаганов считал Шарко одной из талантливейших актрис. Не удивительно, что количество ее выступлений в театре перешагнуло за сотню, а актриса продолжала сниматься и играть на сцене до самой смерти. На тот момент ей было 87 лет. Нина Гребешкова Популярную советскую актрису, снявшуюся более сотни киноработок, до сих пор воспринимают лишь в качестве жены Ленида Гайда. Несмотря на такую богатую фильмографию, главных ролей у актрисы было немного. Сама Нина говорила, что прекрасно понимает, что она маленького роста, не слишком красивая и не особо талантливая, поэтому и не претендует на выдающиеся роли. Инна Чурикова Нестандартную внешность Инны оценили не сразу. В одном театральном училище назвали ее «неподходящей для актрисы». А вот в Щепкинском преподаватель Вениамин Цыганков выделил девушку и сказал легендарную фразу «Она или дура, или гений». На девушке смеялись, пока она не сыграла свою первую главную роль, на которую ее утвердил Глеб Панфилов. Валентина Талызина Валентине доставались роли, которые так были похожи на ее собственную жизнь. Непривлекательной женщиной с несостоявшейся личной жизнью. Несмотря на это, у женщины довольно большая фильмография, хоть и без особо выдающихся ролей. Во многом стало известно, лишь благодаря озвучке фильмов и мультфильмов. Одна из самых известных ее ролей – Мама Рима в серии мультфильмов «Опростоквашина». Майя Булгакова Несмотря на то, что все говорили о том, что Булгакова не является красивой женщиной, она обладала настоящим талантом и харизмой. Благодаря этому ей всегда доставались роли сильных и волевых женщин. И при этом Майя никогда не была лишена мужского внимания. При поступлении во ВГИК девушки сказали, что внешность у нее, конечно, своеобразная. Но достаточно запоминающаяся. Неудивительно, что фильмографией женщин насчитывает около 150 работ. Елизавета Никищихина За свои прошлые 56 лет актриса успела сняться в более 50 фильмах и сериалах. С самого детства Елизавета мечтала об актерской карьере, но часто подвергалась насмешкам из-за своей внешности. Несмотря на признание коллег, в жизни она всегда оставалась человеком закрытым и одиноким. Последние годы жизни зла употребляла спиртным. Никищихина покинула жизнь в своей коммунальной квартире из-за асфиксии, наступившей в результате попадания яблока в дыхательные пути. Элия Хиджакова Несмотря на то, что Элия была рождена в творческой семье, отец не считал ее достой быть актрисой. Он заявлял, что с такой нетипичной внешностью ей придется всю жизнь играть роль травести. Несмотря на свою мечту стать актрисой, Элия очень комплексовала по поводу своей внешности, Поэтому свою первую роль в кино она сыграла лишь к 30 годам.